Дарья из Красноярского края призналась, что 10-летний школьник не является отцом ее будущего ребенка. У девочки оказался более взрослый кавалер. Девочка из Железногорска оказалась в интересном положении, будучи ученицей седьмого класса. Сразу после того, как открылась шокирующая правда, в семью пришли соцработники и представители правоохранительных органов. Дарья уверяла всех, что забеременела от своего 10-летнего друга Вани. По словам будущей мамы, интим с учеником 4-го класса у них был всего единственный раз. Ребята приняли участие в ток-шоу. Ваня не предал свою подругу, которая старше него на 3 года. В семье девочки приняли решение оставить малыша, так как аборт в столь юном возрасте грозит тяжелыми последствиями. Врачи изначально усомнились в версии, изложенной детьми. Они выразили мнение, что мальчик слишком мал для отцовства. У него еще не началось половое созревание, и не начался вырабатываться тестостерон. Специалисты оказались правы. В результате расследования выяснилось, что у Даши был другой любовник. Это 15-летний ученик, ее же школы Степан. Старшеклассник надавил на девочку. Он сказал, что знает о том, что она уже не девственница и у нее было много парней. Он пригрозил рассказать всем о ее похождениях. Подросток действовал нагло. В итоге семиклассница испугалась и сдалась. Дарья призналась, что контакт между ними произошел в торопях на ступеньках в подъезде. Она побоялась рассказать обо всем родителям. Эта семья считается не совсем благополучной. У мамы, онкология, отец увлекается спиртным и не успевает смотреть за тремя детьми, у девочки есть два младших брата. Узнав правду, родители школьницы написали заявление в полицию. По новым фактам проводят проверку, решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Степан признал свою вину. Он находится под домашним арестом. Сейчас их таскают по разным ведомствам, в прокуратуру к следователям. Дело гремит на всю страну, так что все на ушах, цитирует КП друга семьи Дарьи. Тем временем школьница завела страницы в популярных соцсетях. Она решила стать успешным блогером. Девочка активно наращивает аудиторию, не обращая внимания на жесткий троллинг. Дарья продолжает общение с Ваней, публикует ролики, рассказывает подробности о беременности. Психологи говорят, что на самом деле девочка переживает из-за ситуации, в которой оказалась. Она испытывает чувство стыда. Показной равнодушие и провокационные посты в соцсетях – своеобразный способ защиты для нее. Похожая история произошла в Великобритании. Там школьница родила в 13 лет и пришла на выпускной вечер со своей повзрослевшей дочкой.